Привет дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Oblivion. Мы находимся в святилище крестоносца. Сюда мы попали в предыдущей серии после того, как совершили паломничество. По словам того пророка, именно таким путем можно было получить благословение богов и в результате мы связались с крестоносцем. Он указал нам на то, где находятся его останки. Собственно, сюда мы и двигаемся. И так, тут я уже посмотрел. И мы уже довольно близко подобрались к своей цели. Здесь, если посмотреть по карте, находится то, что нам нужно. Но для этого нам нужно пройти через затерянные катакомбы. И кроме всего прочего, здесь мы нашли следы своего предшественника. То есть не следы, а его труп. Скорее уже просто разложившийся, даже просто скелет. И на нем был дневник, который рассказал нам о том, что... Типа... Ну блин, как мы уже лучше стали, с повышением сложности. Война. В принципе, прошло неплохо. О том, что этот сэр принадлежал к ордену девяти рыцарей. Так что, скоро мы отправимся туда. То есть, там было названо название приората. Нужно будет поговорить с ними. Но пока что... Ох, за окном так молния прохочет. Знаете, это придает атмосферу. А ты кто такой еще? Ого! Офигеть. Знаете, тут только честный бой. Потому что из луков такого стрелять не очень круто будет. Придется все время пятить с попой вперед. Кужина, отвернись. Мужчина, похоже. А нет. Ты такого черта. Ля-х. Мне очень понравилось, что я не вижу своего оружия. Потому что у меня... Эээ... Исклинание к миллион по постоянке на моих персонажей. Из-за этих колец. Что я их сейчас, пожалуй, сниму. Это, конечно, будет серьезно минус исключительности. Хотя, вы знаете, пока вы в подземире, давайте пользуемся им, как выберемся. Займемся чем-то. Стопки-то уже, ну. Да, ребята вооружены неплохо так. Вот эта штука я бы ее взял, конечно. Она весит 44. Не вариант. Ничего больше у них такого-то и не было. Так, как там дела обстоят у моего меча? Вот что мне интересно. Ну, 41. В принципе, неплохо. Может его подзарядить? Ну, в принципе, пока таких особых сложностей я не заметил. Поэтому, ладно, не будем. Че, какие-то... Ох, сколько у вас. Липпона, мать. Он еще призвал кого-то. Так, отступим. Если кто пойдет за мной, встретим. Вообще, охота луком попользоваться. Честно говоря, у меня есть уверенность, что они не смогут просто оттуда выйти. Ну, не знаю, смогут, не смогут, но мне вполне удобно в них стрелять отсюда. Поэтому давайте. Ну, че. Парни. Че, никак? Я даже не знаю, богаюзом это назвать или как, но они просто беспомощны. Так, ладно, прощай. Смотри, как вы живучи, да? Сейчас станет, и мы его... Эй, ты что ж ты какой? Ладно, стрел потратили. Так, хорошо, нам... Скорее всего, вы знаете, вот здесь это у нас просто как нычка, в которой лежит что-то хорошее, но не обязательно. Я даже не уверен, что хорошее. Или нет, нам сюда и нужно идти. Так, стрелы свои, я так понимаю, тут не найду. Очень это сложно будет. 44, не. Готов. Слабенький какой-то попался. Давайте тогда мы сходим туда и посмотрим, что у нас там. Так, как я мог это не заметить. На самом деле, это уже шестая серия, которую я записываю за один день, поэтому могу втыкать. Такое бывает. Но, я думаю, втыкать не буду, потому что... Все будет хорошо, в общем. Ну, не знаю, вот этот посох я все-таки пропустил. Так, ну ладно, пойдем уже. А как к нему вошло, да? И как обычно, в нем, конечно, нет ничего, кроме гнилой плоти. Прямая стрела еще. Так, окей. В принципе, нам вон туда, но давайте посмотрим, что у нас здесь. О, еще один лич. Нафиг. Так, вот мы практически пришли. Эм. А вот. Вы бы видели. Обожаю грозу. За окном игра хочет. Скорее, игра хочет, сверкает, потому что... В принципе, особо такого уж грома нет. Да, это так круто. Так, спокойно. Что, не вошло последнее? Падает уже, ну... Все, готов. Все, мое. Стрел, в принципе, ушло уже где-то под полтинник. Поэтому, блин, лучше пользоваться... Мечом бы своим коротким. Блин, так нравится. Так, и вот оно. То, ради чего мы сюда, собственно, и шли. Шлем крестоносца. Скорее всего, вы знаете, это тяжелая броня, и, соответственно, мне не подойдет. Потому что тяжелую броню мы не носим, в принципе. Мне удалось добыть шлем крестоносца, первую из реликвий. Теперь, когда шлем в моих руках, следует отправиться в приорат 9 и узнать, там ли еще кираса крестоносца. Все, по сути, можем выбираться по этому проходу. Но что у нас находится тут? Посмотрим. Мне, честно говоря, кажется, ничего особо хорошего. Ну, как-то... Я тут даже не пройду, да? Да. Хорошо. Второй вход. Ну, как-то так же понятно. Ладно, все, убираемся отсюда и посмотрим, что это за орден 9. Я думаю, это будет что-то прикольное. Как вообще я мог этого не заметить? Так, и есть ощущение, что мы сейчас, войдя сюда, окажемся где-то, откуда нам придется выбираться под водой. Ну, в принципе, нет. И что это за место? Я тут не был. Здесь лич. Вы знаете, я бы, честно говоря, такой сейчас просто пробежал бы мимо него, потому что он отстойный. Но нет. Давайте бить. Хорошо пошло. Так, первый откинулся. Так, все отлично. Просто время на них тратить. Так, крохотные. Блин, пустые. Ну, ладно, че. Стрелы свои я тут не найду, я так чувствую. Что с ними? Посох слабости. Так, я потяну. Нет, сколько у меня там веса? 271. В принципе, неплохо. И сейчас у нас хватает вещей, которые можно продать. Так что, в принципе, тыщенку, ну, максимум две мы, я думаю, получим. А сейчас наведаемся в какой-то город. Так, вот тут мы встретили первого нашего низшего лича. Хорошо, что тут только низшие личи. Потому что личей я вообще, честно говоря, не очень люблю. Они одни из самых, наверное, неприятных противников. Так, хорошо. Выход уже, по-моему, совсем близко. Ну, как близко? Ну, практически близко. Я тоже проверял. Прикольное подземелье такое, полузатопленное. Очень так атмосферненько. И вообще, вы знаете, я так давно уже не был в подземельях, что я успел по ним соскучиться. Поэтому сейчас даже в кайф было пробежаться. При том, что подземелья здесь, по сути, все, я уже сто раз говорил, что они одинаковые. Друг от друга отличаются только, собственно, расположением коридоров. А так, декорации все одинаковые. Враги одинаковые. Вещи примерно одинаковые дают. А, ну да, я же не могу утонуть. Поп-коп не тонет. В этих ботинках. Специалист может красться в любых сапогах. Даже тяжелых. Но я не настолько специалист. О, красота. И снежок опять идет. Вода, наверное, ледяная. Так, хорошо. Наши сапожки. Двигаться нам предстоит. Довольно далеко, я так понимаю. Ну, в принципе, да. Учитывая, что мы в этой местности никак и не были особо. Хотя нет, вот здесь. Кстати говоря, это не то место Норнелл Хорста, где мы в свое время получали от высших вампиров. Я, честно говоря, не помню. Может посетить? Так, по-быстрому вареное. Все, готово. Блин, ты посмотри, она после того, как я убил. Это не сильно помогло. Пошел вон, Мишка. Короче. Минус один. Ты же желаешь, что ли? Блин, мне показалось, что тебя убил. И Мишки пропали. Понятно, я еще удивился. Так, ладно. Прости, Сприган, ты встал на моей дороге. Так, по сути, вход у нас... Где находится? Тут. Что-то я, честно говоря, не помню. То ли это здесь было. По-моему, здесь. Вот этот вход. У нас тогда еще, по-моему, глючилась страшная погода. И я вот тут стоял. И прям так этот... То гроза, то резко ясно становится. Если это то место, то я сейчас душу отведу. Потому что эти гады меня реально с двух ударов убивали. Посмотрим, кто кого. По-моему, кстати, да. Это оно. Ну-ка. Так. Шутовы знают. Да-да-да. Вот здесь были вампиры. Ей-ху. Или нет? По-моему, были. Сейчас, скорее всего, кстати... Ох, япона, мать. Вот это реально офигеть. Что-то враги как-то подросли, да? Вы заметили, какая сложность прибавил. Враги стали реально какие-то... Реально страшные. Ну что, задело. В принципе, его убивать не обязательно. Мне просто интересно. Так. Сначала давайте вот так сделаем. Сохранимся. Теперь приступим. Все, что ли? Так. Короче говоря, у нас походу лук опять сломался. Как обычно, я за ним не следил. И как обычно, он сломался. Да ладно. Сердце кровавого голема. Офигеть. Такого я еще точно собирал. Я вообще не знал, что здесь есть кровавые големы. Тут прикольно. Он очень красивый. Давайте по стелсу. Судя по всему, сейчас мне придется вкачать большой камень-душ свой кинжал, потому что иначе... Иначе у меня будет хана. Хотя, не знаю. Посмотрим. Что-то здесь... Вот здесь я точно помню, были вампиры. А теперь вместо вампиров здесь кое-что похуже. Но, в принципе, ладно, терпимо. А получается, тех вампиров со стеклянными доспехами, которых мне были нужны, тут уже не будет, что ли? Ну, это не круто. Сейчас посмотрим. Потому что это очень древняя и интересная история про вампиров, которые... Я сам тогда еще вампиром был. Никому не видать. Где все? Тут, похоже, никого нового не появилось. И как я тогда уронил вот этот камень, в панике стреляя, так он лежит. Да-да-да, это то самое место. Вот вампирчик. Так, хорошо, давайте приступать. Жалко, здесь нет, как в Скайриме, переката такого. Чтобы перекатиться и подкатиться прямо к нему на расстоянии удара. Страшный вампир-паладин. Ну, у них, по крайней мере, можно неплохо навариться. Это, конечно, не особо много стоит. Я его продам где-то за 200, наверное, поэтому ладно, не будем брать. По соотношению буду смотреть цена-вес. И пока что что-то я тут ничего такого особого не вижу. Вот этот вот можно взять. Фрах лампира. Явно кому-нибудь пригодится. Блин, сверн перегружен. Брать этот скинем. Остальное, в принципе, нормальное. Вот это скинем. Хотя на 4 всего весит, пусть будет. Короче говоря, надо смотреть, что брать. И вон там мы дальше пойдем. Там будет подъем. И там будет куча вампиров. Я не думаю, что даже сейчас я смогу выжить. Или подожди. Нет, туда, по-моему. Чего-то как-то ни о чем. Так, кстати говоря. Это над шлем. Я просто знаю, что он железный, поэтому я его особо... А, это легкие доспехи? Ну, выглядит на самом деле очень глупо. Но пускай будет. Повышение обаяния, повышение восстановления. Постоянный эффект. Хорошо. Теперь я обаяшка. Скелеты по-прежнему пасутся за этой решеткой. Ой, как давно это было. Это было, наверное, где-то месяца 3-4 назад. Так, стеклянные вещи, которые я не забирал. Народ-то был жесткий, Бадхорд, по этому поводу. Забираю. Теперь не справляюсь. Просто, на самом деле, меня так страшно били там, что я ни о чем таком даже подумать не мог. Так, ну вот на этом можно неплохо навариться, кстати говоря. Так, ну и где вы? Чуть-то никого особо не видать. Вон там один стоит. Или это, наверное... Это, наверное, из-за скура тут вместо... Так, ну... Блин, я не знаю. Не будем брать. Из-за скура, наверное, здесь было 7 таких высших вампиров, каждый из которых убивал меня с двух-трех ударов. Вон оно че. Понятно. Матриарх вампиров. Короткий меч пламени. Ты посмотри, какая крутая вещь. Малый посох. Возьмем. Кирасу не возьмем. Или взять. Я возьму. Блин, я уже точно, я очень сильно вставший, потому что я реально путаю вес с защитой. Так, ну ладно, пока все северного жюри. Что в гробу? Перегонный куб. Специалиста. Давайте возьмем. Может, реально займемся. Так, еще денежку подняли. Отлично. Так, и теперь нужно что-то выкинуть. Допустим, мы выкинем вот этот вот щит. Потому что он реально какой-то такой, так себе. Блин, как сладка месть. Жалко, вас тут мало, потому что мне реально хотелось как-то помучаться маленько. А здесь что-то даже на максимальном уровне сложности. Особого-то челленджа я не вижу. Так, это получается мы... Ага, понятно. Тут мы тоже снизу проходили. Куда же мне это приведет-то все? Ну, как минимум, я вижу тут вот это. Первый пошел. Второй. Отлично. Посох открытие. Круто. Так, блин, сейчас у меня будет перегруз. Да. Возьмем. Чего бы нет. Так, что еще выкидывать? Теперь приходится выкидывать все, что даже среднее. Вот это может выкинуть. Золотое же. Нет. Блин. Отсюда так выкинем. На самом деле, хоть по-мать, по-хорошему вернуться бы сюда, потом забрать все, что не смогли бы раз взять. Патриарх. Ой, ну зачем вы это с одной делаете? Зачем вы мне столько всего даете? Штормовой лук. Блин, весит 8. Кинжал боли. Мифрил. Офигеть. Почему здесь, когда перегруз, я вообще двигаться не могу? Это несправедливо. Так. А каких-либо свитков там на выносливость у меня, конечно же, нет. Ну, конечно. Так, давайте посмотрим штормовой лук. Ну, ладно. Пусть будет он. Потому что тот уже вообще не какущий. Теперь-че. Эльфийский лук не продадим. Ой, скинем. Вот это выкинем. Блин, муки выбора. 11. Ну, у меня, в принципе, тоже 11. Вот это скинем. Да, в принципе, ладно. Мифрилс выкидывает. Это же обалдеть. Блин, моя жаба, прекрати. Ох, сколько тут всего крутого. Ай, ладно. Вообще, не жалею, что сюда пошел, потому что... Блин, ты посмотри, сколько всего мы набрали. Теперь я точно могу сказать, что я богат. Ну, не богат, по крайней мере, у меня есть деньги. Так, и что? Все получается? Все, что могли сделали, там еще какое-то есть ответвление. Но я не думаю, честно говоря, что нам туда надо. Так, хорошо, вернемся обратно, посмотрим. Я мог ввиду усталости чего-то не заметить. Ну, я думаю, мы тут осмотрели уже буквально все. Что, где, откуда. А, это там снизу кто-то заметил. Сейчас придут и идут ко мне. Так, тут все по-прежнему. Да нет, похоже, тут мы закончили, судя по всему. Давайте по карте убедимся. Да, пусто. Хорошо, давайте убираться отсюда. И, в принципе, на сегодня, наверное, заканчивать. Потому что я уже как выжатый лимон, честно говоря. Шестая серия за день. Она, как правило, получается самой упоротой. Но по-другому пока не успеваем. В целом, я думаю, было прикольно все равно. Потому что... Так. Хорошо, я вроде правильно иду. Потому что я, наконец, вернулся сюда и отомстил. Блин, я очень долго хотел, чтобы у меня это получилось. И в итоге у меня это получилось. Так, ну что, в следующей серии мы пойдем в Приорат. До которого, в принципе, пилить не так уж и далеко. Ну, я думаю, где-то минут 10 в следующей серии. Посмотрим, в общем. Мне понравилось то, что происходило в этой серии. Потому что катакомбы, катакомбы. В последнее как-то время у нас больше на социалку, на переговоры, на такие квесты. То есть, с людьми здесь что-то именно было какая-то опять тайна, опять какие-то там древние секреты. Это, на мой взгляд, тоже хорошо. Так что увидимся в следующей серии. И там направимся в Приорат. Я думаю, это будет интересно. Потому что эта сюжетная ветка меня пока что радует. В принципе, на этом все. Увидимся. Спасибо, что смотрели. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok